Цегламенская библиотека номер 16 подготовила презентацию «Загадочный мир болот». 2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. В 1975 году вступила в силу Конвенции о водно-болотных угодьях. Так, что же такое болото? Это избыточно увлажненный участок земной поверхности, заросший влаголюбивой растительностью. Какие же бывают болота? Верховые, низинные, переходные. По преобладающей растительности – лесные, травяные, кустарничковые. Ну и как же образуются болота? Обычно происходит зарастание водоемов или переувлажнение почв. Низинные болота. Обычно они располагаются по долинам рек, берегам озер. К ним близко подходят грунтовые воды, богатые минеральными солями. Растительность на них, как правило, богатая. Разные виды осок, тростник обыкновенный, зеленые мхи и другие виды. Верховые болота. На верховых болотах растительность отделена от почвы, уже накопившимся слоем торфа. Скудное минеральное питание она получает только с атмосферными осадками. Вода удерживается и накапливается сфагновыми мхами. Грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Мощность торфяного слоя на верховом болоте может достигать 3-4 метра и даже больше. Переходные болота. Обычно по мере накопления торфа, низинное болото постепенно превращается в верховое. Так и получаются переходные болота. При этом торфяная залежь растет медленно, в среднем на 1 мм в год. Типы формирования болот Марш Некоторые болота возникают в прибрежной части больших водоемов, озер или морей. В тех участках побережья, где грунт состоит из мелких глинистых частиц, постепенно формируется тип болота, который называется марш. Значительная часть марша покрыта водой, либо постоянно, либо заливается во время прилива. Почва в таких местах практически отсутствует. На поверхности грунта часто можно видеть налет микроскопических водорослей. А в самом грунте развиваются бактерии. В некоторых участках марша, часто рядом с устьем небольших ручьев и рек, падающих в озеро или море, формируются настоящие зыбучие пески. Лесные болота Заболачивание леса – обычное явление, особенно на севере нашей страны. Этому процессу способствует высокая влажность внутри леса и характер почв. К заболачиванию приводит неправильная вырубка и лесные пожары. При этом деревья перестают испарять влагу через листья и хвою. И на месте леса постепенно возникает болото. Здесь появляются злаки, осоки и другие растения, остатки которых с трудом разлагаясь образуют торф. Заболачивание озер Озера на протяжении длительного времени подвергались интенсивному воздействию со стороны растительности. Умирая, растения покрывали дно своими остатками, уменьшая глубину водоемов. Озера становились все мельче, а с берегов, двигаясь по обмелевшему дну к середине, другие виды растений постепенно затягивали поверхность воды и образовывали сплошной плавающий ковер, сплавнину. Постепенно озеро осушалось и становилось болотом, пригодным для поселения сухопутных растений. Болото занимает около 6% поверхности земной суши и встречаются повсюду от тундры до тропиков. Среди экосистем Архангельской области болотные сообщества занимают второе место – 14% от ее территории, уступая по площади лишь лесам. Площадь болот Архангельской области составляет около 82 тысяч квадратных километров. Растения болот Есть на болоте растения хищник, которые поедают насекомых. Это – россянка. Ягоды, которые растут на болоте. Морошка, клюква, воденика или вороника. Деревья на болотах чахлые, низкорослые, так как слишком много влаги. Корни деревьев в воде вымокают, задыхаются без воздуха, поэтому создать надежную опору они в этих условиях не могут. На болоте можно встретить ольху, березу, сосну. Насекомые болот Жук, плавунец, гладыш, стрекоза, водомерка, земноводные и пресмыкающиеся, жаба, уш, улитка, лягушка. Птицы, которые живут на болоте, цапля, кроншнеп, кулик, гусь, а также тетерев, косач. Животные андатра. Ну и, конечно же, приходится, приходит полакомиться на болото, лось и олень. Роль болот Место жизни растений и животных. Хранилище воды. Очищение воды в реках. Поддерживает уровень воды в реках. Образует торф. Источник ягод и грибов. Большинство северных рек берут свое начало из верховых болот. При прохождении через торф дождевая вода обогащается органикой и становится кислой. Именно поэтому вода в реках Архангельской области зачастую имеет коричневатый оттенок, что связано с наличием в ней веществ из торфа. Невозможно переоценить роль болот для человека. Население Архангельской области используют верховые болота для сбора клюквы, морожки, голубики. Многие виды растений и животных встречаются только на болотах. На фото богульник болотный. Это лечебное растение. На болотах растут многие лекарственные растения, такие как сабельник, вахта трехлистная, горец змеиный, богульник и другие. На территории Архангельской области охраняется 661 болота. Общая площадь охраняемых болотных экосистем составляет 801 тысячу гектара. Издавна болота наводили ужас на человека. Непонятные звуки и хохот люди приписывали разным чудищам хозяевам болот. Например, Кикимора болотная. Берегите болота. Природные фильтры для очистки воды. Особый мир растений и животных. Желаю удачи! Спасибо за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует...